МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. Купальный сезон стартовал в Могилёве. В нашем городе разрешено отдыхать на трёх пляжах. В Печерском водохранилище, на городском пляже у Днепра и на Гребенёвском озере. Причём на пляже последнего, Святого озера, санслужба рекомендует отдыхать только на суше. Купание там приостановлено. Паспорт готовности получила ещё одно популярное среди могилевчан место отдыха – водоём в посёлке Бороды. На Чёрное море снова можно будет махнуть прямиком из Могилёва. Белорусская железная дорога на летний период возобновила движение поездов к Черноморскому и Азовскому побережьям. Без пересадок можно будет доехать в четырёх направлениях – Могилёв-Адлер, Могилёв-Анапа, Могилёв-Одесса и Могилёв-Минеральные воды. Большинство маршрутов будут курсировать с середины июня до конца сентября. У могилёвских выпускников начались школьные экзамены. В этом году ребята сдают русский или белорусский язык на выбор, математику, иностранную историю Беларуси. С 10 по 11 июня ребят ждут выпускные баллы. А затем самый ответственный период – вступительные экзамены. Регистрация на централизованное тестирование уже завершилась. Первый тест абитуриенты будут писать 13 июня по белорусскому языку. В эти выходные откроется свадебный сезон. В этом году самая популярная дата у могилёвских молодожёнов – 16.07.2016. В отделе ЗАГС Могилёвского горосполкома рассказали, что на этот свадебный сезон уже подано больше тысячи заявлений. 90% пар оформят брак в торжественной обстановке. 10% от церемонии отказались. Всего же в этом году в Могилёвском ЗАГСе планируют зарегистрировать более трёх тысяч пар. Праздник двора – событие яркое и, самое главное, запоминающееся для горожан. Он объединяет людей, а ещё рождает идеи. Ведь это своего рода площадка для переговоров. Возможно, жители этого двора именно здесь решат, к примеру, когда провести в следующий раз субботник. Соседей двора собралось немало. Ещё больше детей. И это, понятно, праздник приурочили к Международному дню защиты детей. Старт веселью дали самые маленькие могилевчане. Детсадовцы в образах пчёлок, барашек и божьих коровок выступили на дефиле мод. Ярко и очень мило. Коллектив детский сплачивает. Присоединились активно родители нашего дошкольного учреждения. Оказали большую помощь в изготовлении костюмов для показа мод. И дети, и родители получили благоприятные эмоции. Создали хорошее настроение. Я думаю, что все остались довольны. Занять себя на празднике было чем. Здесь и выставки, и конкурсы, и творческие номера. Как говорится, чего только душе угодно. Заряда хорошего настроения могилевчанам хватит. Ой, как надолго. С праздником! Всех с хорошим настроением! И с началом лета! Настоящая машина МЧС вне конкуренции. Словно магнит притягивает детвору. Спасатели ребятишкам на праздники позволяют многое. Но правила безопасности превыше всего. Можно разбирать, либо поднимать тяжелые блеиды. Вот попробуй сам. Попробуй. Тяжело? Нет. Нет. Целая пожарная машина, каски. Вообще, мне очень понравилось. Вот на этой машине. Даже на крыше классно. Отличные. Просто отлично. Школа, во-первых, закончилась. Это очень хорошо. Да, и на машину тоже было приятно залазить. Сегодня стартовало лето, да, летнее оздоровление для наших детей. Мы, конечно, хотим, чтобы наши детки провели лето безопасно, были здоровыми, счастливыми и с хорошим настроением на протяжении всего лета. Разнакомились сразу и соседи постарше. У них, как оказалось, есть одно увлекательное хобби. Пенсионеры не растерялись и устроили турнир по шахматам. Интеллектуальную зарядку, кстати, рекомендуют и молодежи. Что касается юноши, так обязательно. Чем заниматься? Не все могут в футбол играть. Надо заниматься и шахматами. Они не мешают человеку. Здесь, на улице Якубовского, этот день запомнится надолго. Не только детям, но и их родителям. Праздник получился очень яркий, очень красивый. Спасибо организаторам за то, что подарили его нам. Потому что нет ничего, наверное, лучше и прекраснее. Это детских улыбок. И когда они счастливы, тогда и счастливы родители. С нетерпением очередной праздник двора теперь здесь будут ждать многие. Могилевские старожилы по привычке называют эту улицу Оршанским шоссеем. Именно так она когда-то называлась и была частью крупной шоссейной дороги, построенной еще в середине 19 века. Почти 40 лет назад ее переименовали в Витебский проспект. Сегодня Витебский проспект начинается отсюда. А когда-то он в длину был 5 километров, начинался возле мясокомбината и заканчивался в Любуже. В 1982 году единый магистраль разделили пополам. Часть от мясокомбината до автозавода получила название Димитрова. Часть от завода имени Кирова до Любужа осталась Витебским проспектом. Именно здесь, на опушке огромного любужского лесопарка, в начале 30-х прошлого века развернулось строительство предприятия союзного значения. Это был авторемонтный завод с военным номером 7, который позже гремел на весь Советский Союз, но уже под именем Кирова. Сегодня это филиал Белазов. Примерно в это же время здесь появились и первые жилые дома. Витебский проспект был основан, как говорится, в 1937 году. Самыми первыми домами, это вот эти вот дома, они были построены для работников завода Кирова. Говоря о поселке автозавода, сложно ограничиться одним только Витебским проспектом. Это главный фасад Кирова, где можно увидеть все стили могилевской советской архитектуры, начиная от рационального конструктивизма 30-х прошлого века. Характерно то, что здесь никогда не было барака-времянок. Все дома от довоенных в 2-4 этажа и до современных 9-ти этажек строились многоквартирными со всеми удобствами. На сегодняшний день Витебский проспект, улица Автозаводская, насчитывает 64 дома и проживает здесь порядком более 5000 людей. Кстати, в поселке вместе с домами сразу строили и всю необходимую инфраструктуру. Сегодня на Кирове есть все – от магазинов до современного стадиона «Торпеда». Кроме Муаза здесь работают еще два крупных предприятия – вагоностроительный завод и завод по производству профилей для ОКП ВХ. А некоторое здание поселка его жители иначе как легендарными не называют. Например, дом культуры автозавода. Построенный в 30-х прошлого века, он стал первым в Могилеве подобным учреждением. А вот это здание знают, пожалуй, все любители легкого пара в нашем городе. А это наша легендарная Кировская баня. Она единственная в городе, которая топится на дровах, пользуется большим спросом. Но старожилы поселка не просто им гордятся. Они собирают собственную кировскую летопись. Дорога на холмы и дорога туда в город. Вот, что мы говорили, вот эти дома. Четыре дома. Это первая, да? Да, да, да. Для кировских старожилов их район – не просто место на карте города. Это особый мир. Я не просто люблю этот район. Я здесь родилась, буквально вот в этом доме, далекие 50-е годы. И, наверное, ни за что не поменяла бы на другой район города. У меня даже такой мысли не возникало. Здесь своя аура, здесь своя атмосфера, свои традиции. Устраивает буквально все. Все люблю, все нравится. И лес, и Днепр, набережная такая, крутой берег. В этом доме прошло мое детство, детство моей сестры. И мы уже проживаем здесь с 49-го года. Здесь очень хорошо, тихо, мало машин, много зелени. Местная молодежь тоже вполне довольна своей жизнью здесь. Даже несмотря на то, что поселок находится далековато от центра города. Мне нравится тем, что здесь чистый воздух и мало машин. Рядом школа искусств, школа танцев, детский садик. Зимой здесь заливают каток. Вот супер вообще. Буквально за пару лет это могилевское местечко из городской окраины превратилось в настоящий сказочный уголок благодаря стараниям местных жителей и местного ЖЭО. Во дворах и вдоль дороги появились потешные фигурки зверей. Да и сам проспект не так давно отремонтировали. На дороге положили новый асфальт, а на тротуарах – плитку. Вот такой он, Витебский проспект. Город в городе, со своим особым колоритом и 80-летней историей. Яркие турники, пышущие цветом клумбы и мусора нет. Такой вот идеальный могилевский двор. Сказка ли? Почти. Все это реально и мусор тоже, но он под землей, в заглубленных контейнерах. Такое новшество от спецавтопредприятия в могилевских дворах. В тех домах, где мусоропроводы заваривают и нет возможности организовать площадку для контейнеров, устанавливают такие вот резервуары 4 метра глубиной. Водитель спецмашины Анатолий Емельяненко лихо управляется с гигантским мешком с мусором. На подъем и выгрузку контейнера уходит мало времени. Ну, 5-10 минут. При выгрузке мусор не высыпается. Ну, как сами видели. То есть, чистота. Боремся за чистый город. Могилев пошел по примеру прибалтийских стран, где такие контейнеры горожанам уже привычны. Главное их преимущество – большая вместимость, а чистота вокруг. Своеобразный бонус. Мусор не разбрасывается, когда вот ветер какой еще хорошо. Ну, и так, и коты, ничего нету такого. Все очень нравится. Крышка такого контейнера закрывается герметично, а это значит, что влага и кислород сюда не попадут, и процесс гниения замедлится. Кроме того, благодаря той же крышке у контейнера, его содержимое недоступно для животных, птиц и насекомых. Пока таких контейнеров в городе 5 в разных микрозонах. Один контейнер заменяет 7-8 обычных и вмещает до 5 кубометров отходов. Хотя, говорят коммунальники, еще ни разу доверху он не наполнялся. В каждом контейнере установлена противопожарная система. Это как? Это когда загорается, то включается система, и он водой заливается. Сам себя тушит? Сам себя тушит. На каждой площадке установлены контейнера для вторичных материальных ресурсов, чтобы жители города, ну, мы так обращаются, наше предприятие с просьбой, чтобы сортировку производила мусора. Контейнера установлены для бумаги зеленого цвета, чтобы туда все-таки бросали отходы бумаги. Пэт-бутылку бросали, пластиковые отходы в желтый контейнер, и в сильный контейнер отдельно сбрасывали стекло. Ну, насколько у нас люди сегодня самосознательно разделяют мусор? Вы знаете, тяжело нашему предприятию работаем, уговариваем, пытаемся разъяснить, но все-таки, наверное, это должно быть и в семье, прежде всего, и в школе должны, и в детском саду все-таки, наверное, должны рассказывать детям, что это нужно делать. Это нашу экономику все-таки, наверное, поднимет немножко. Эффект для городского хозяйства от использования подземных контейнеров будет, просчитали коммунальники. Для этого нужно установить как минимум еще пять таких резервуаров и приобрести спецмашину, которая будет этот мусор утрамбовывать. Опытом Могилева заинтересовались и в других городах. Музыка на пешеходной Ленинской звучит часто, но не в исполнении таких виртуозов. Густаво Калина – венесуэльский известный исполнитель и композитор приехал в Могилев вместе со своим коллегой, музыкантом и по совместительству первым секретарем посольства Боливрианской республики Венесуэла в республике Беларусь Херардо Эстрадой Мартинесом. Могилевчане приняли делегацию сдержанно, но с одобрением. Херардо Эстрадой Мартинес в Могилеве далеко не первый раз. Совместные концерты с Могилевской городской капеллой стали уже хорошей традицией. Я работаю с капеллой уже семь лет назад. Первый раз работал с ними. И каждый год мы делаем несколько концертов. И мне очень понравилось. И уровень, и душа музыкантов. Особенно, когда мы играем в латиноамериканской музыке, как они с этим полюбились, наша музыка. Это очень-очень интересно. За годы дружбы с могилевскими музыкантами господин дипломат успел познакомиться с Могилевым и полюбить его. Мне очень нравится всегда порядок Могилев. Могилев чистый город, красивый. И особенно, когда есть такая замечательная погода, это очень приятно гулять на улице Могилева. В Могилеве похожа погода на Венесуэльскую? Сейчас, да, конечно, летом похоже. Есть очень красивое место, ратуша и прекрасная картинка города. Поэтому мне очень понравилось тоже. И мне очень нравится костер, который на костер Дева Мария. Мне очень нравится, очень красивый костер. В отличие от своего земляка Густава Колина, в Могилеве Беларуси впервые. В руках его любимый музыкальный инструмент, похожий на маленькую гитару. Это венесуэльский народный кватро. Кватро по-испански означает «четыре», именно столько струн у инструмента. Вполне хватает, чтобы выразить все страсти пылкой венесуэльской души. Я буду начинать с города Могилев. Город Могилев – это очень красиво, очень уютно и, можно сказать, как город любого. И это совсем я чувствую не только в Могилеве, а во всем Беларуси. Это очень любезная страна. Разумеется, музыканты приехали не только погулять по Могилеву. Совместно с капеллой они дали концерт в честь годовщины независимости Венесуэлы. Кстати, как оказалось, у Херарда Эстрада Мартинеса в Могилеве есть свои преданные поклонники. Виртуозный дирижер. Его рисунок ни с чем не сравним. Оптимизм, радость, жизнеутверждающая солнечная музыка. Вот его кредо. Я обожаю его. Уютный город, приветливые горожане. Так говорят про Могилев гости и уверяют, что этот их визит не последний. Июль 1941. Могилев стал первым в истории Великой Отечественной войны. Городом, которому долгое время удавалось сдерживать танковые войска вермахта. За один день боев на буйническом поле было сожжено и подбито 39 единиц немецкой боевой техники. Героическая оборона Могилева длилась 23 дня. Семен Кутепов, Николай Терехин, Иван Якубовский, Константин Симонов, Михаил Романов, Иван и Анна Гороховы. Имена людей, которые вместе с тысячами других могилевчан стойко и самозабвенно обороняли границы Могилева и районов от немецко-фашистских захватчиков в самом начале Великой Отечественной войны. Каждый метр родной земли, который солдаты отстаивали в жестоких битвах, сегодня наше достояние. Как и память о тех, кто сражался за свободу родного города. Их лица сегодня запечатлены на плакатах, созданных в 75-й годовщине обороны Могилева, чтобы помнить, чтить и гордиться. Мы будем видеть в троллейбусе набор снимков исторических, касающихся обороны Могилева. Мы будем видеть фотографии и фотопортреты ветеранов. И мы будем видеть те виды Могилева, которые сегодня есть у нас в Могилеве, благодаря вот этим героическим усилиям наших предков. Архивные фотографии, которые легли в основу плакатов, предоставили специалисты Могилевского областного краеведческого музея имени Романова и фотокорреспондент Ирина Савосина. Например, на плакатах можно увидеть уникальное фото, которое в 1941 году на полях боя сделал фотокорр газеты «Известия» Павел Трошкин. О нем Константин Тимонов написал. Остался в моей памяти облик, пожалуй, самого бесстрашного из всех наших фотокорреспондентов. Для чего нужно помнить, наверное, говорят и те, тот большой строй могилевчан, который вышел с портретами своих родных и близких могилевчан в память о погибших родных людях во времена Великой Отечественной войны. Оказывается, это нужно помнить. Помнить, благодаря кому мы сегодня смотрим, живем, реализуем свои какие-то дела, работаем, учимся, живем в красивой стране Беларуси. К акции «Помним, чтим, гордимся» к 75-й годовщине обороны Могилева присоединилась и телерадиокомпания «Могилев». Мы подготовили для вас цикл телевизионных и радиороликов, в которых расскажем об участниках и событиях 23-х дневной обороны Могилева летом 1941 года. Тематические ролики можно будет увидеть в эфире областного телеканала «Беларусь-4 Могилев» и услышать на волнах радио «Могилев». Акция продлится два месяца. 75 лет героической обороны Могилева. Помним, чтим, гордимся. Я мячок и катаю. Взад, вперед, его гоняю. Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. Суджок-терапия на занятиях в детском саду не новшество, а необходимость, потому что это специальный детский сад для детей с нарушениями речи. Шарик с мягкими колючками помогает развивать мелкую моторику и тактильные ощущения. И очень нравится ребятам. В специальном детском саду номер 20 из 48 детей только 7 девочек. Нарушения речи чаще встречаются у мальчиков, но при регулярных занятиях в садике и дома с родителями можно достичь отличных результатов. 70% детей из этого садика поступают в общеобразовательные школы наравне с другими ребятами. Молодец! Кого ты нашел? Кого соединил? Теленка с коровой. Правильно, теленка с коровой, с мамой коровой. Какого цвета веревочка их соединяет? Белая. Умница! Держи следующую волшебную веревочку. Это индивидуальное занятие по игровой системе Воскобовича. Держкаленок развивает мыслительные процессы. Психические процессы плюс мелкая моторика. Вы сейчас вот увидите, он будет выкладывать. Вот волшебный квадрат. У нас получится с тобой ежик. В садике с детками занимаются учителя-дефектологи по разным программам. Индивидуально и в группах. Например, дефектолог со стажем Наталья Гомонкова сама разработала материал для домашних занятий. Теперь он готовится к изданию. У нас весь материал рассчитан на год по лексическим темам. И то, что мы проходим в детском саду, родители должны закреплять дома. И вот поможет им в силу своей занятости, в силу каких-то таких, может быть, каких-то других проблем. Они не могут. Поэтому им будет рекомендована вот такая вот тетрадь. Четыре группы по 12 человек с разным временем пребывания, даже до круглосуточного. Учреждение образования открылось в 1955 году, а с 1985 ему присвоили статус специального. Потому что у нас многие педагоги имеют по два высших образования. И, соответственно, у нас без категории практически только молодые специалисты приходили. Но в настоящий момент у нас все педагоги имеют категорию, достаточно большой опыт работы и стаж работы. Это говорит о высоком профессионализме педагогов и, соответственно, хорошем результате. Делать открытие и шаг вперед в развитии поздно не бывает. Для этого здесь и работают. Дети разные. И поэтому надо научиться принимать ребенка таким, каким он есть, помогать ему для того, чтобы он был успешным в дальнейшем, социализировался в обществе и стал полезным нашим обществу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА